Мы с мамой из каждого города привозим книжку. Это из Москвы, это из Санкт-Петербурга, это из Турции, это из Чехии. И это не единственная семейная книжная традиция. Еще Алиса вместе с мамой перед сном каждый вечер читают. Правда, теперь, когда девочка пошла в первый класс, предпочитает делать это самостоятельно. А по выходным ходят в библиотеку, где Алиса сразу бежит в отдел приключений. Случаются они и с ней самой. У меня в библиотеке было приключение. Я получила там шрам. Я пролезала через дыру и ничего на ней считала. Встала раньше времени и рассекла себе лоб почти что до костей. И теперь у меня память на лбу от библиотеки. Вопреки расхожему мнению, и библиотекари, и детские психологи хором утверждают, современные дети читают. Вот только чаще предпочитают новых авторов, а не признанных мастеров приключений вроде Жуля Верна или Фенимора Купера. Я думаю, переживать особо не стоит, потому что уж очень сильно современная жизнь отличается от того, о чем они писали. Если, грубо говоря, предыдущие поколения до интернета еще куда бедно могли примерно понять, о чем там писалось, почувствовать это на своем опыте, то сейчас поколения, которые растят тревожные родители, не пускающие никуда без телефона, ну какие там приключения, ну честное слово. Библиотеки от жизни не отстают. Готовы предоставить читателям как современное пространство, так и достойное наполнение. Для малышей здесь есть книги с запахами. Стоит потерять картинку, на которой нарисован пирог, и воздух наполнит ароматы выпечки. Для тех, кто пока читать не умеет, в библиотеке есть вимельбухи. Вимельбухи – это книжки-картинки, которые не имеют текста, но это книжки, с которых может начать свою любовь к литературе, воспитание любви к литературе, даже самые маленькие ребята, которые еще не умеют читать. То есть совместно с родителями они эти книжки разглядывают, рассматривают. У младших и средних школьников популярны книги армянского автора Нарине Абгарян. Ее серия про шоколадного дедушку Манюня. Любят они и сказки Свена Нурквиста о приключениях кота. Из отечественных авторов популярны Ирина Зартайская и Сергей Георгиев. Читают и самарского автора Викторию Лидерман. Ее книги сейчас переводят на разные языки мира, а по сюжету произведения «Календарь Майя» снимается фильм. Что касается подростков, то они порой приходят в библиотеку, чтобы почитать книги по совету своих родителей, но чаще предпочитают фэнтези или книги о сверстниках. Все-таки, да, классический язык литературы, он уже немного уходит от восприятия детьми. Им хочется, чтобы с ними говорили на их языке, им были знакомы слова, им были знакомы проблемы. Хотя они и актуальны и в классической литературе, но все-таки подростки есть подростки. Старшие школьники увлеченные читают детективы Екатерины Вильмант и фантастические детективные истории Александра Иванова. Книги Натальи Щербы. У них также популярна серия книг «Часодеи» и серия Эрина Хантера о котах и воителях. Некоторые подростки предпочитают не столько читать, сколько писать. Фанфики и фэндомы – это их собственное продолжение истории на основе определенных миров, к примеру, «Гарри Поттера» или «Звездных войн». Библиотеки готовы предоставить нужные книги и студентам. Если их не оказалось на полках, Центральная детская библиотека бесплатно предоставит доступ к фондам электронных библиотек. Виктория Шарая, Николай Сидоров, Василий Колдашов. События.